всем привет доброго времени суток вы на новом канале сегодня будем готовить обычные блюда стандартные но я нахожусь в самоизоляции так что это необычные блюда в данной ситуации вот сегодня будем коптить рыбу запекать картошку и делать соус тартар вот так что всем приятного просмотра если какие-то интересные предложения можете писать в комментариях мы всегда ответим вот ну начнем мы пожалуй самого главного самого такого сложного достаточно процесса с рыбы вот пойдемте посмотрим у нас рыба здесь находится вчера вот наловили это жерик белеска такие килограммовые головы уже потрошенные нечищенные чешуи вот такие по килограмму достаточно хороший пойманный на спинник на джиг вот рыбы мы засолили присолили немножко буквально ну 22 часа где-то примерно она у нас помариновалась вот сейчас заливаем водой обычный ключевой как бы на селе везде ключевая вода можно пить из-под крана лучше чем как бы повышает иммунитет данной ситуации это очень как бы полезно сейчас рыбы промываем и щучка небольшая как бы смываем просто соль она что рыба она такая что ну чем больше лежит тем больше берет но в принципе много не забирает она и достаточно двух часов чтобы полностью для копчения это очень хорошо промываем вода немножко секает вот затем берем решетку для копчения мангал у нас как видите уже не раз коптил рыбу так что все 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 прекрасно понимают что и как вот помельче укладываю вниз кушок щучка пойдет как раз сейчас дадим рыбе немножко стечь многие делают ну как говорят они проще они вешают рыбу и встает вставляет коржи колышки в живот сюда распирают как бы деревянные она как бы стекает там час высушивается чтобы меньше было влаги и всего остального в рыбе ну можно просто выложить на решетку вот и дать полчаса примерно на ветре сегодня погода такая ветреная солнце светит плюс 10 но ветер отлично как бы дует вот так что оставляем рыбу она немножко стечет и минут через двадцать примерно полчаса мы продолжим вот пока рыба у нас обсыхает на ветру мы приготовим маринованный ялтинский лук подготовим соус с тартар с огурцами тут нас сопутствующие товары все дела вот почистим лук берем лук срезаем жопку на ночь ему нужно там варить если уху можно добавить в этом бульон вот и нарезаем полукольцами можно так можно так ну как бы вот так более интересно где-то ну миллиметр 2 вот берем мисочку все подготовлено у нас перекладываем вот возьмем целый луковицу принципе нарезали все все просто так затем берем соевый соус где-то 50 миллилитров рис и уксус столовая ложка и яблочный уксус тоже где-то чайную ложку соль перец ну можно чуть-чуть добавить тут всем известная вкусная соль со всякими тут приправами ну буквально вот на кончике ножа больше не стоит перчик взять лучше дробленый можно молотый просто если мельница есть как бы он придаст 4 вида смесь затем что чеснок буквально один зубчик ну кто любит чеснок больше сейчас как бы для иммунитета не повредит просто раздавим зубчик можно взять чеснокодавилку эту спокойно ей раздавить вот мельчим и добавляем наш лук сейчас как бы не сезон зелени нет но можно добавить кто любит укроп петрушку кинза любой сельдерей кому что больше нравится и перемешиваем немножко разминаем чтобы перышки распались луковые в принципе все вот он его перемешал он готов просто он более такой хрустящий сейчас сейчас как раз вот но не пропитался до конца всеми ингредиентами так что можем добавить масло растительное она немножко смягчит все вот эти у нас компоненты нужно добавить любые еще приправы но вот это самый маринад самый как бы отличный подойдет ко всему к любому шашлыку картошки к рыбе той же самый вот так что все маринад у нас готов лук маринуется отставляем у нас щучка в облачко так делаем дальше соус тартар для соуса нам нужен майонез берем где-то примерно ну со сметаны идет ну один к одному кому как больше нравится сметана не нежная майонез более острый можно одно один к одному все достаточно просто сметану ну лучше пожирнее наверное она более густая сметану берем тоже 4 ложки 20 процентов у нас вот так как огурцы соленые домашние они более остренький как бы взяли 3 ложечки достаточно вот нету свежей зелени печально ну если сходить на огород возможно и петрушка уже появилась так что за шлем гонца он нам принесет вот добавляем зубчик чеснока тоже разминаем шелуха хорошо слезает быстро вот разбиваем и мелко рубим не использую чесночную давилку потому что это самое печальное что потом надо делать то мыть посуду так что экономим время соленые огурцы домашние не бочковые но по вкусу ничем не отличается и мелко тоже шинкуем буквально два огурца нам понадобится для этого ну чтобы чувствовался достаточно хорошо так так картошку солить мы наверное сильно не будем соевый соус можно как бы идет вообще по классике ворчестер но нету можно заменить соевым соусом и табаска идет но мы опять же замена у нас вообще пушка бомба кольцо счастья вечно выпадает вот и все перемешиваем все соус готов пойдем к рыбе ну вот рыба подсохла мы немножко переиграли потому что рыба немного брали снизу поставлю вверх как бы одна голова лучше 2 и 3 еще лучше вот берем опилки вот мы заранее замочили пилки буквы ольхи нет к сожалению ну как бы чуть пожестче если переборщить горечь передает они мелкие ну даст всегда коптим всегда отличный результат вот так что опилки вымокли воды почти нету выкладываем на дно можно всю но опять же говорю что более будет горькая так что половину достаточно быть вот ну как бы получается что все но коптильни будет закрыта вот видите воды почти нету так что заранее лучше замочить чтобы она пропиталась она и даст влагу вот вот так ну достаточно а то будет слишком ароматный все застелили затем берем рыбу и выкладываем ровно уставляем чтобы не перевернулась берем крышку еще не убираем вот закрываем как птицы будет минут 25 вот ставим можно поставить целиком можно поставить чтобы открытый был огонь все равно он будет гореть вот все плотно и ставим сверху обязательно камень ну на всякий случай порыва ветра чтобы может быть или еще что-то случайно не задели как раньше говорил ранее 25 минут время засекаем и все рыба готова все увидимся через 25 минут рыба коптится у нас подготовим последнее что на сегодня это картошку вот как бы лучший вариант конечно молодая в мундире глазки вырезали чтобы ничего не мешало вот накалываем на шампур подкалибровали все один к одному и аккуратно в середину прокалываем ну где-то вот пять штучек у нас на один шампур сюда поместится лучше брать естественно чтобы была откалибрована одинаковая вот так она равномерно пропечется но она в принципе так равномерно пропечется вот она удобно на доске лежит ничего не мешает ножиком делаем надрезы где-то 2 300 миллиметра ну прям до шампура все сделали надрез и такая же процедура у нас 2 шампура мы все картошка готова у нас соль как я сказал ранее в конце почти до готовности доведем намажем соусом песто еще минут 5 она у нас стоит на мангале пропечется и добавим сверху бекон вот будет такой у нас гарнир к рыбе все открываем смотрим что у нас получилось о божественно просто божественно аромат шикарный смотрим что у нас получилось все рыба готова нежнейший жерих отлично угли подошли ставим картошку заготовленными ранее и запекаем ее на углях буквально 15 минут смазываем итальянским соусом песто придаем насыщенный вкус и особенно запах базилика вот еще минут 10 и все будет готово достал завершающий момент у нас бекон так что смотрим дальше погоду внезапно вот испортилась видимо везде жгут траву на и время уже позднее и немножко солнышко исчезло к сожалению вот ну начнем берем бекон и оборачиваем каждую картошку как бы все просто вот и чтобы у нас бекон не развалился мы закалываем все зубочистками все идем дальше ставим на угли буквально две минуты бекон поджариться даст колер и к столу вот все мы бекон обернули и на угли ну буквально пару минут мне кажется он сейчас подрумянится колерочек даст и все будет готово у нас гуси летают здесь нас утки весна все живет все живет и пахнет напомню это всего лишь конец марта принципе еще обычно снег лежит в этом году все все по-другому у нас все уже увидимся завершающий момент будем пробовать наш прекрасный ужин ну вот прошло какое-то время и у нас картошка готова снимается идеально все всем приятного аппетита наши рыбы копченые соус тартар маринованный елтинский лук и картошечка всем привет еще раз приятного аппетита если кому-то понравилось видео пишите в комментариях вот мне зовут дмитрий увидимся в следующем видео